друзья мои всем доброго вечера идем сашка ему погулять спустя 4 дня вот уже вечер решила пойти и выгулять свое платье вот такое классно получилось заколола волосики жарко в общем так классно наш кема нравится и мне тоже нравится еще что-то будет интересно покажу вам сзади идет такая собачка хорошая муж как боится что-то у меня камера не нравится не дай бог мой телефон еще сейчас выйдет из-под строя была на море не сняла ничего тем часов побежала искупалась дома позанималась йогой сегодня сделаю перестановку после моего шитья все прогенералила все все квартала в нитках в иголках все комнаты и сегодня я занималась уборкой готова для следующего платья вот думаю какой фасон материал покажу вам потом и уже буду делиться своими секретами сейчас идем с мужем столько русскоязычных уже здесь появилась раньше такого не было друзья мои муж говорит что всегда встречаетесь очень много ну русскоязычных встречает очень много но сейчас я сама убедилась в этом идем сейчас можем и разговариваем на такую тему вот я например утром когда иду на море да и все со мной поздороваются геннайден геннайден говорят даже те люди которые мне не знают улыбаются все такие довольные ласковые а вот наши люди да наши которые приезжают сюда делают ведь что не замечают ни в какую нашу сторону посмотреть или улыбнуться мы так смотрим и моему говорит почему такие говорят они очень строгие я говорю ну я не знаю почему мы такие какие есть готовы к общению общаемся со всеми улыбаемся ищем взгляд ну кто не хочет пожалуйста не хочет как будто знаете что может люди боятся чего-то я думаю может быть и не доверяют этому миру но немножко поживут наверно адаптируется и будет по ласковее добрее как вы думаете права и и и Мы сели с мужем посидеть. Находились. Смотрим на кораблики. Так, спать хочется. Оказывается, я находилась сегодня 12 тысяч шагов. Это спорт. Привет, физкульт, привет. Я собралась идти на море. Собрала целую сумку, кофе, чьи кофе, воду, бумагу. Может, порисую нейрографику, блокноты. В общем, друзья мои, всем прекрасного дня. Такая хорошая погода, такая замечательная в мире. Желаю вам самого хорошего настроения в вашей жизни. Самого прекрасного дня. Четверга. До связи. Тридцать градусов, но больше, мне кажется. Накупалась я. Порисовала нейрографику даже. Сейчас вот решила немножко здесь обсохнуть, а то купальник не высох. У меня два раза купалась, смотрите. Все мокрое. Думаю, чуть-чуть посижу здесь, вдох переведу, помечтаю, построю цели, создам слайды, как учил Вадим Зиланд. И пойду реализовать свои цели. А по-другому никак. Надо быть уверен в том, что вы это имеете. Вот так вот. Сколько я с вами последнее время разговариваю. Надеюсь, для многих это будет интересной и полезной информацией. В последнем видео я рассказывала о бумеранге. А сейчас о чем вам рассказать, интересном. А сейчас я хочу рассказать вам о том, как надо загадывать свои желания и ставить цели и не бояться их. Когда мы просим Бога и Вселенную о помощи, помочь нам стать богатыми, успешными, то мы в подсознании боимся этого богатства. Например, как вы себя ощущаете, когда проходите мимо дорогих магазинов? Входите вы в них или проходите мимо? У меня была такая ситуация, как только я приехала сюда, и для меня такие дорогие магазины были несбыточной мечтой. И я даже не хотела в них заходить. Я боялась. Как-то впервые узнала о какой-нибудь там бренде турецком. Ну, мимо Катона, там, Вайкики. Это дешевый такой бренд у них. И каждый может приобрести. Ну, я проходила там мимо Твиста, Айпикюля, и решила один раз зайти и посмотреть. Но когда увидела цены, я как ошпаренная выбежала и больше не заходила. Впервые я зашла в этот магазин два года назад, когда я стала зарабатывать хорошо в бизнесе. Я осуществила свои мечты Божьи. Какой-то кайф, наслаждение. К чему это все я говорю, друзья мои? Если даже у вас нет возможности что-то купить, какую-то вещь в данный момент, то вы должны держать себя уверенной, когда заходите в такие магазины. И не рекомендую заходить в такие магазины. И продавец сразу чувствует, вы просто заинтересовавшийся нищий клиент или уверенный покупатель. И вы должны так себя повести, чтобы вы воспроизвели впечатление на продавца, что вы уверенный покупатель, который подумает, купить ли ему ту или иную вещь. Но ни в коем случае он не должен увидеть у вас покупателя, который даже извиняется, что зашел сюда. Извините. Чувствует себя растерянным. Я такая же была. Я все говорю на своем примере. И тогда ваши цели будут исполняться. Потому что вы будете не только визуализировать себя в другом мире, новые вещи в руках, но также и прочувствовать. Даже если мимо проходите автосервисы, там красивые автомобили. У меня есть желание зайти туда с мужем, хотя я никогда не заходила. Даже посидеть в машине. А почему бы и нет? Ведь так мы ближе подходим к своим целям. Ощутить этот кайф и потом создавать слайды. Как в кино. Только хорошие слайды каждый день по-новому. И вот, мои дорогие, не проходите мимо таких магазинов, а чувствуйте себя уверенным. И тогда ваши цели будут быстро исполняться. Надеюсь, понравилась моя рекомендация. А я пошла домой, а то потом жарко будет. Смотрите, вот многие сидят, просто кайфуют. Куда этот мальчик уже заснул, потому что никто не покупает эти шезлонги. Тут еще какой-то рядом со мной мотоциклист сел. Не знаю, чем это закончится. Покажу сейчас его. Вот и я, моя дорогая. Вот и нарушитель моего пространства. А там сзади еще раз положились. В общем, каждый отдыхает как может. Посмотрим, чем закончится. Но я надеюсь, что никто ко мне приставать не будет. Хотя у меня никогда такого не было. Но я и не даю поводу, что приставали. Пойду куплю кофе и пойду домой. Посмотрите, что я делаю. Появилось столько этих цитрусов. Я решила сорвать их пару штук. И потом добавить салатики. В этом году будет хороший урожай. Я уже вижу... Опа! От меня не убудет то, что я сейчас срываю. Правильно? Еще пару штук и все. И достаточно на солнышке такое. Какое-нибудь покрупнее. Сколько их много. Они очень полезные. Здесь столько витаминов С. Смотрите. Прямо так и говорят. Сорви меня. О! Как много завязалось. Все. Достаточно. Никак не дойду домой. Столько приключений. Только зашла домой и решила посмотреть на мою голубиху. Посмотрите, у меня два птенчика. Маленькие. Маленькие. Но они уже... Вчера я вот с ней разговаривала. Но почему-то думала, тут одно яйцо, а тут два. Маленькие. Как интересно. Вы видите, как я счастлива. У меня два внучка. С этой стороны тоже сниму вам Ну чата мои А сейчас я быстренько Полью этот и вот этот цветок А этот не буду, бог с ним, пускай портится Вчера у меня была Перестановка в моем кабинете И хочу поделиться с вами, показать Что я сделала, посмотрите сколько у меня Рисунка в нейрографике А этот рисунок Я нарисовала сегодня на море Сейчас буду Его разукрашивать Вот мой один компьютер Вот второй компьютер Такая деловая атмосфера Это мой рабочий кабинет Дальше, вот посмотрите Как я переставила Лечу свет даже Если не имеет значения Вот я решила поставить сюда Этот диванчик А машинку я переставила сюда И освободила место для верлока Потому что уверена, что скоро У меня она появится Здесь как раз Перед окном И сквознячок И все так классно И хотела бы с вами поговорить На одну тему Очень важную Я только вышла с душа И мне вот именно эта тема Пришла в голову И я хотела с вами поделиться И заодно Покажу вам красивую панораму Из моего окна На самый красивый парк Города Мерсина На один из самых красивых Вчера мы с мужем сидели Возле моря И начали разговаривать На тему Женитьбы И вообще Турецких мужчин А именно его конкретно Женитьбы И его турецких друзей У него Как вы из предыдущих видео Видели Есть два Друга Холостяка Ну очень много есть еще Ну такие Которыми он более чаще общается И он решил их каким-то образом Счастливить Попросил снять для меня видео Многие женщины Обратились ко мне Но дальше этого Ничего не пошло Почему? Потому что у них какая-то проблема Там у одного из друга Умерла мама Время прошло Было это Не временем для Предложения чего-то Ну и когда прошло Какое-то время Мой муж вернулся К этой теме И вот он что? Он такой разочарованный Почему разочарованный? Почему Турецкие Мужчины Не хотят сейчас Жениться? Почему друзья мужа Наотрез Отказываются Жениться? И Я сама Очень удивлена И я вообще в шоке От их аргументов По какой причине Они не хотят Вступать В законные отношения Ни с кем Так как они Бывшие Женатые Мужчины То бывшие Турецкие жены Им нанесли Очень большой Моральный Материальный Ущерб Они как-то Как-то Освободились В течение Долгого времени От их Иго И Сейчас для них Женитьба Это Какая-то Самая страшная Самая страшная Цель В жизни Мне кажется Им сейчас Хорошо В одиночестве Но они Не в одиночестве У них Дети рядом С одним Из друга Живет сын Дочка Постоянно Приезжает Она в другом городе Он квартиру Купил У другого Живет На квартире Но тоже Дочь Постоянно Приходят Дети Там Две дочери И когда Мой муж Сказал Ну Вам не Не устали Вот так В одиночестве Они говорят Жизнь хороша А что здесь А если я женюсь Что я от этого Буду иметь А мой муж Говорит Как это Материальные Что Говорит Я за это Получу Они Что-то Хотят Получить От новых Отношений Как продажные Женщины Продажные Мужчины Есть Он говорит Как это А что Вы должны Получить Какую Материальную Выгоду Вы должны Получить Когда у вас Будет Чистая Постель Чистая Одежда Чистая Квартира Вкусный Обед Завтрак Ужин Общение Любовь Интим Это все Вам подарит Женщина Что вы еще Хотите От нее А они Хотят Материальную Выгоду Еще Чтобы она Наверное Целым Там Стадом Овец Пришла И подарила Им За то Чтобы он Женился На ней Мир Настолько И поменялся Мира Зрения Людей Настолько Поменялось Я в шоке Мой муж Сказал Что я Больше Никогда Не заведу Тему Женить Они Меня Вели В уныние И в шок Так что Вот такие Сейчас Нынешние Турецкие Мужчины Которые Не хотят Брать Ответственность За кого-то И их устраивает Та жизнь Которую Они проживают А зачем Говорит Мне жениться Говорит Один из них У меня Если что Дочка приходит Что-то Сделает Мне И все Что Говорит Я опять Говорит Настолько Бывшие Жены Оставили Без трусов Наверное Они еле Выкарабкались Что они Думают Что все Так что Женщины Мои дорогие Если у вас Есть Мужчины Который Предлагает Вам Замужество Соглашайтесь Потому что Сейчас Время Меняется В худшую Сторону И меньше Шансов Найти Порядочного Мужчину И тот Который Захочет На вас Жениться Их Устраивают Больше Такие Дружеские Отношения Приезжающие Уезжающие Но не Брать Ответственность За вас Так что Вот Надеюсь Интересно Вам было Об этом Услышать Потому что И в соцсетях Тоже пишут В комментарии А где Ваши Эти Познакомьте В фейсбуке В одноклассниках Под видео Мне в личку Пишут Но Я не могу Ничего сделать Мы ничего Не можем С мужем Сделать Мы пытались Как-то Но они Уперлись На своем И не хотят Так что А вам Желаю Найти свое Счастье И вы найдете Главное Намеревайте Поставьте цель Ваш мир О вас Позаботиться Доверьтесь Миру Он все Делает Самое Хорошее Для вас Но вы Соблюдайте Правила Не осуждать Не завидовать Не негативить Снимите С себя Важность Сбросьте Принимайте Все Положительное Негативное Со спокойной Душой Меняйтесь Вы И мир Вокруг вас Тоже Изменится Ставьте Лайки Подпишись На мой Канал Не забудь Нажать На колокольчик И поделиться Моим каналом С вашими Друзьями И близкими Всех Вас Люблю И ценю С вами Светлана Ата Субтитры 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 Субтитры